Город Днепр где-то мог недосчитаться своих средств около 2 миллиарда гривен. В итоге, в котором был бюджет, все эти нормы мы смогли согласовать с кабинетом министра Минфина и проголосовать итоговый документ, полностью вернувшись к тем показателям, на которых мы настаивали во всех направлениях, как это оказалось, финансирование наших льготников на места, которые были переданы по инициативе кабинета министров, мы уже убрали, оставили это на национальном бюджете. Также это был реверс на дотации, которая измылась в большей степени из области, из городов. И других направлений, могу сказать, в целом, по каждому из пунктов мы отстояли и вернули все это в русло, при которых наши бюджеты формировали свою расходную часть, в том числе и сверхдоходы, которые сегодня получают наши областя. Я хочу подчеркнуть, что в свое время, 13-14 год, мы помним тяжелую ситуацию, в стране очень активная база войны, бюджет-казна пустая, приоритет, конечно, как и сейчас он остается, это армия, это обороноспособность, это вообще в целом, в принципе, мы должны зафиксировать факт, что за последние годы как раз армия и создалась, что до этого она была у нас больше на бумаге, и все действия, которые были в предыдущей власти, это как раз уничтожение армии, ее расформирование, и распродажа всего там имущества, всех баз и так далее. Сегодня, в последний год, за последний год, мы смогли сделать так, чтобы в бюджете, приоритет бюджета был именно оборона нашей страны, впервые был результат того, чтобы не менее 5% ВВП тратилось на оборону, и это четко показатель, могу сказать, что каждый год отстаивается, более чем 5% ВВП тратится на нашу безопасность и оборону. Также, могу сказать, из чего я начал, что в те сложные годы можно было найти миллион причин, почему не начинать процесс децентрализации, финансовой децентрализации, о которой говорил президент страны, Фёдор Порошенко, можно было найти миллион причин, почему этого не надо делать, и можно это сделать позже. Никто этого не делал. Бюджетным комитетом, Действительством финансов, в то время еще это было, админ, админ Финн, еще Елейско, Литинука, это была одна из реформ, которая была очень сложна, ввести, это передача полномочий, бюджетный комитет очень сильно критиковали, за то, что сейчас не время, и вообще нет непроверенная реформа, как она будет в деле, и я помню решение бюджетного кодекса изменения, в том, чтобы оставить заработанные деньги областей и городов, оставить на местах, я перед этим был депутатом городского совета, и очень четко помню, насколько в то время надо было Ивану Ивановичу, Куличенко, бегать в Киев, выпрашивать каждую копейку на каждую программу, и была мечта о том, чтобы была мотивация у городов и областей, это чем больше зарабатываешь, тем больше оставляешь. Так вот, это было всегда на словах, а здесь нам необходимо было принять это решение, оно было принято, оно было в то время таким очень рискованным, но сегодня факт, есть факт, сегодня бюджеты городов и областей в целом по стране сравнялись с национальным бюджетом. Если у национального бюджета есть еще армия, министерства, ведомства, нацполиция, безопасность и так далее, то у городов есть задача вызывать свои территории, строить и выбирать, где приоритеты строительства, школ, больниц и так далее. Эти средства сегодня максимально доступны в каждой территории, практически все города идут в плюсе. Единственное, что расстраивает, конечно же, это огромное количество средств, лежащих на депозитах, которые должны работать на громаду и должны возвращаться в экономику городов и областей и быть синергией развития этих территорий и в дальнейшем увеличить поступление в местные бюджеты. Сегодня, к сожалению, это есть проблема, но опять же, это, наверное, вывод того, что города не были готовы к освоению таких финансовых возможностей. Не было проектов, не было возможностей. Это все-таки, наверное, должно было бы дать время уже привыкнуть, что эти средства есть и их необходимо не просто осваивать, а эффективно осваивать. И эти средства должны работать на громаде своих территорий. Это важный вопрос, который, я думаю, что будет на контроле до следующего года, раз мы отстояли, как минимум, приоритетность финансовых ресурсов на местах, то и громад своих территорий должна быть функция контроля эффективности использования этих средств. Знаю, что есть прекрасные проекты в нашей области, в нашем городе, которые поддержаны областной радой, городскими советами. Еще раз хочу подчеркнуть, это не чудо, это не успех какого-то личного мэра или губернатора или чиновника. Это факт децентрализации, который реально оставил средства в собираемых местах на этих территориях. И идея президента сегодня работает в каждом городе, в каждой области. я как глава бюджетного комитета мы проводим выездные создания по всем областям. И я могу сравнить эффективность работы в городах, в областях и скажу, что практически по всей стране эти сверхдоходы есть и есть проекты по освоению этих средств. В каждой территории поднимаются эти университеты. Я бы хотел сказать, что важность энергии работы государственного бюджета, местных бюджетов, программ местных советов для того, чтобы в целом принимались серьезные стратегические планы развития территории и сегодняшняя реформа ОТГ объединенных территорий огромных, которая была выделена каждый год отдельная строка финансированная для мотивации объединения территорий. В том числе я хочу подчеркнуть, что есть такая программа как Державный фонд регионального развития, который каждый год растет и в следующем году в бюджете 2018 года заложено около 6 миллиардов на эту программу. Это в том числе и программа по освоению софинансированной 90% по государственному бюджету, 10% это областной бюджет по всем программам, которые осваиваются в каждой области. Так что этот фонд, программа финансирования выросла, в том числе и за настоянием президента. Так что все принятия решений замечательные по этому бюджету были все-таки нацелены и приоритетно стояло за усилением наших территорий, наших громад. Одна из тоже примеров это дороги и программа эксперимента. Таможенный эксперимент, который был инициирован президентом, поддержан в Верховной Раде, бюджетным комитетом, дала возможность саккумулировать деньги, которые областя отработали. Была мотивация как можно прозрачнее растамаживать грузы и сверх доходы эксперимента оставались на освоение и улучшение дорог. Так вот, все говорили о том же в следующем году будет стар дорогного фонда, который будет уже из другого источника, будет наполняться из акцизов собранных на местах и также будет уходить на реконструкцию, ремонт и строительство новой дороги. То за четкой позицией у правительства и президента парламент внес изменения, бюджетный комитет внес изменения и на следующий год будет работать две программы и таможенный эксперимент и дорожный фонд, что позволит закумулировать на ремонт и реконструкцию и строительство дорог рекордную сумму, вы видите, больше 46 миллиардов, что мне больше всего приятно, наверное, мой был приоритет и задача я всегда об этом говорю, чтобы мы закончили наш автобан на Киев, Днепр и Шипиев и Киев отдельной строкой удалось отстоять 2 миллиарда гривен, которые пойдут именно на эту трассу и в итоге целью которая будет закончить и завершить соединение такой магистрали четырехполосной под Днепр до Киева я думаю, что мы приводим все усилия чтобы эти 2 миллиарда были эффективно использованы в следующем году но из-за ближайших год-два мы сможем саккумулировать все ресурсы для продолжения и соединения этой дороги для будущих поколений потому что это артерия которая соединяет наши два серьезных промышленных регионов запорожской области с Киевом и с западной Украины и в том числе строительство бездной дороги в конце года удалось через программу социально-экономического развития выделить 250 миллионов на строительство бездной дороги в том числе в социальной запорожской области и я думаю что в следующем году по выполнению использования этих средств необходимая сумма для завершения этой бездной дороги будет выделена и до конца года финансирование в нужном объеме будет для завершения бездной дороги уверен что такие реформы они чувствуются видны и очень приятно что именно местные бюджеты городские и областные также выделяют средства на реконструкцию и строительство дорог потому что это то что сегодня каждый человек может почувствовать и увидеть на своем примере в своем дворе на своей улице в своем городе районе области именно что дороги у нас улучшаются и этот процесс будет продолжаться в 2018 году хотел бы отдельно сказать что там есть еще несколько трасс которые были также внесены отдельной строкой но думаю что мы еще обязательно будем в течение года рассматривать также направление Дим Прост Кривой Рог Николаев также все знают что это очень в плохом состоянии и приоритет при изменении программ будет как раз тоже на эти дороги что касается нашего города я хочу сказать что также есть очень хорошая новация которая была объединена усилиями фракции трех уровней городской фракции БПП в нашем городском совете областной фракции БПП и народными депутатами блокадетра Торшенко в парламике трех уровней подчинения здания в центре города на проспекте Яворнецкого будут реконструированы подсвечены и мы сделаем центр нашего города все-таки европейским красивым и тот который мы хотели бы видеть наш город на карте Украины один из самых красивых городов в Европе я уверен что при том что мы закончим реконструкцию моста набережной центр города должен быть нашей визитной карточкой и именно дома и объекты которые находятся в трех подчинениях стоят на балансе города области есть объекты которые являются государственными собственностью должны как раз быть профинансированы с трех источников бюджета для этого есть первый показатель как будет работать такая система трех фракций фракция в городском совете в областном совете и бюджет национальный наша фракция наши представители у нас сильная команда в парламенте фракция это Максим Кулич это Татьяна Рычкова Константин Мусов сильная команда я боюсь кого-то пропустить я думаю что мы можем сделать синергию для того чтобы те вопросы которые будут отставиться в нашей области были в приоритете ну и хочу сказать что раз уже затронул Татьяна Рычкова я хочу от ее имени сказать что в ближайшее время она представила проект строительства нового терминала аэропорта город Митровска это ее детище мы будем ей помогать во всем что от нас зависит и уверен что новый терминал государственный терминал в нашем аэропорту по инициативе Татьяны Рычковой будет построен за государственный счет и буквально в следующем году мы также должны проработать проект реконструкции взлетной полосы и также на нее будет выделено отдельное финансирование из государственного бюджета это такая амбициозная цель мы с Татьяной Борисовной обговорили она ведет сейчас проектные работы согласования с экспертизой государственной есть поддержка в этом проекте я думаю что он будет также даст возможность ворота нашего города в нашей области сделать привлекательными сделать возможность для развития нашего аэропорта для того чтобы соседние города и областях которые сейчас активно используют свои возможности в воздушных воротах это и Заброжская область и Терсонская область и Николаевская область которая активно строит свои терминалы свои взлетно-посадочные полосы я думаю что Днепр не может быть в стороне и мы приложим все силы чтобы этот проект также был успешно реализован в нашей области ну и я уверен что таких три приоритета это Красный Киев аэропорт центр города я думаю что такое амбициозное цель в будущее мы обязательно это сделаем есть полное взаимопонимание с мэром Борисом Филатовым в том чтобы с энергией возможностей парламента наших депутатов дать возможность удвинуть с места такие серьезные проекты которые необходимы для нашего города для нашей области уверен в том числе и третий год подряд бюджетного комитета в итоговом принятии решения бюджета строка отдельная строка на Дневнодорожском митрополите наконец-то в следующем году будет использована уже к сожалению три года подряд кабинет министров не подает эту строку мы как бюджетный комитет я и Иван Иванович Куличенко в бюджетном комитете мы отстаиваем эту отдельную строку ее вносят в итоге мы ее принимаем в итоге конец года эта строка не использовалась я уверен что мы приложим все силы и городские власти предложат все силы чтобы именно восемнадцатый год дал старт строительство метров в центре города и эти средства которые мы каждый год отстаиваем они сегодня есть опять проголосованы они есть в итоговом документе бюджета восемнадцатого года наконец-то использовались и мы все вместе следили и контролировали ход строительства метро в нашем городе я уверен что еще много есть деталей я думаю что сегодня без бумаг без какой-то подготовки я хотел больше конечно же сказать о стратегических направлениях о том насколько сегодня днепетровские депутаты я когда был депутатом городского совета я всегда говорил где наши днепетровские депутаты в Верховной где что они делают пусть придут и скажут что они сделали какой проект отстояли где отстояли интересы нашей области нашего города так вот я хочу сказать что действительно сейчас в парламенте есть очень эффективные народные депутаты я очень благодарен всей команде днепетровской области по каждому из проектов будь то Державный фонд регионального развития где депутаты непосредственно контролируют эффективность использования средств потому что не каждая область эффективна и вообще использует средства этого фонда в прошлом году это более 300 миллионов лейн за счет которых были построены объекты в Новомосковске в Крымогу в Днепритровске в других городах нашей области они были освоены и есть уже законченные объекты инфраструктуры и это говорит о том что я могу точно сказать что не каждая область может отчитаться по использованию этих средств и в будущем на следующий год фонд регионального развития благодаря кстати также позиции президента с 3 миллиардов увеличился до 6 миллиардов и это также дает возможность при распределении по формуле на каждую область наша Новгородская область получит больше и сможет использовать эти средства на те программы которые и я перечислил и те которые будут приняты в областном в областной ради я еще раз хочу подчеркнуть финансированные 90 на 10 90 процентов из национального бюджета 10 процентов из областного справедливая такая формула и в этом плане есть поддержка и от областных депутатов и в целом из национального бюджета по 2017 году можем сказать что эффективность этой программы дала свои результаты в планах на следующий год у нас одна из приоритетов конечно же то чтобы те те уже результаты децентрализации которые произошли ни в коем случае не такую веру у людей и у местных властей в то что это такой бесповоротный процесс что никто его не изменит никто его не остановит еще раз хочу подчеркнуть что главная цифра это бюджеты местные сравнялись с бюджетом национального это в первой в истории Украины и это очень хороший пример того насколько слова не расходятся с делом было обещано местным депутатом было обещано мэром городов о том что эта децентрализация осуществится и сегодня уже есть реальные годы есть реальные факты я думаю что при принятии сессий сессиями городского и областного уровня мы уже видим реальные цифры сколько закладывается в бюджетах городов и области наших на разные проекты на важные социальные проекты и это все как раз благодаря тому что из центрального бюджета эти средства были перераспределены и остаются на распоряжении местных властей так что я хотел бы всех поздравить с наступающими праздниками обязательно нашему городу нашей области пожелать такого семейного уюта семейного благополучия в следующем году чтобы наш город и наша область и наши жители обязательно были наполнены эмоциями счастья я уверен что мы пройдем трудный период сложный период от войны от экономического призыва к развитию к тому чтобы каждый человек каждая семья каждый дом квартира почувствовали на себе возможность будущего будущего своих детей будущего своей страны будущего своего города и мы вместе как это было и в первых днях войны показали что город Днепр и Днепровская область это фундамент будущего нашей страны спасибо всех будущих спасибо можно уточнить